Снова всем welcome. Это снова я. В общем, спустя несколько недель это снова парк Ханэги. Вот уже здесь распустились кое-какие деревья, то есть сакура. Продолжаем снимать, показывать, что же здесь творится во время Ханами в Японии. Конкретно за основу взят именно этот парк, как он тут называется, Ханэги парк. Если, скажем так, вы будете в Японии, в принципе он недалеко от Токио, я имею ввиду от центра Токио, можно доехать на поезде. Люди на велосипедах приезжают, здесь как бы рядом такие небольшие двухэтажные бараки, можно так сказать, дешевое жилье для студентов или работников, там однокомнатные такие квартирки маленькие. Ну вот, в общем, что я могу сказать, ну он так и не зацвел, не вточнее, зацвел, но не везде. Маленькие деревья вот такие, которые с этими самыми, как их называют, с бирками, да, они все еще не зацвели. Вот, большие деревья, вроде вот таких вот, да, то есть они уже зацвели как бы. И в принципе, в принципе, японцы уже отмечают здесь Ханами, собираются, то есть, группами. Сегодня, как мы видим, хорошая погода, в отличие от прошлого раза. Вот, нету дождя, нету пасмурной погоды. Вот, вчера только был дождь, вот, сегодня его нету. Значит, в принципе, можно посмотреть, что же там такое внутри парка. Вот. Ну, что тут? Значит, эти деревья, да, все, практически все, они не цветут пока еще. Еще рано, еще даже листья вот только начинают распускаться. На них, они как-то, вот, нет вообще ничего пока. На этих деревьев, в общем, такие они, немного стрёмненькие. Но ничего, попозже будут цвести, будет красивая здесь аллея такая, из цветов, точнее, как из деревьев с цветами. Но это не мешает японцам, скажем так, отмечать уже Ханами, несмотря на то, что здесь все еще мало цветущих деревьев. Как мы видим, под этими деревьями, как бы, особо никто и не сидит, за исключением вот иностранцев. Как бы отдыхает только. А вся гулянка идет вон там, вон там, где спортивные площадки. Там идет вся гулянка. То есть люди отдыхают, встречаются с друзьями. В принципе, здесь, возможно, я встречу и тех, с кем я работаю, как бы, работников. Вот, поэтому, как бы, возможно, будут какие-то прерывания видео. Но постараюсь снять это побольше до этого времени. Да, как мы видим, японцев здесь достаточно много. Но это вот не все еще, вот там еще, с той стороны. И там, за кортом, за теннисом, все больше. Да, большие деревья уже, он отцветает, уже вон, лепестки, он на земле валяется куча. В принципе, большие деревья скоро уже отцветут. Вот такая вот сакура, вот видно здесь. Там вот тоже сакура идет, тоже цветет. Белая есть, розовая. Ну, мы пойдем вот так по кругу пройдемся, потому что там, в принципе, с той стороны больше всего таких больших деревьев цветущих. Ну, вот видите, да, то есть, в принципе, японцы здесь встречаются на ханаме, на велосипедах приезжают. Пьют саке, вино, пиво, соки, чай. Кто че? В общем, в основном пиво. Пиво и саке. Ну, естественно, то кто-то даже вот готовит на плите, на абы, там еще что-то. А кому-то пофигу на празднование, он играет в теннис. Тут что-то какие-то стоят, курят на парковке девки. Что ж, ладно, пойдем посмотрим дальше. Магазинчиков здесь поблизости нету, что печально. Так бы отбоя не было бы в эти дни. Какие-нибудь хотя бы эти поставили к палатке для торговли. Там, я не знаю, выпивкой, там, закусками и тому подобное. Те, кто хочет, там, за добавкой, чтобы они могли здесь докупиться. Но не предусмотрели. Вот это минус, конечно. Минус. Так, ну, здесь бейсбольное поле мы видим. И сакура и куча-куча японцев сидят на полу, на земле. Но, в принципе, отмечают ханами. Вот такой вот праздник. В принципе, ничего особенного. Цветет сакура. И просто как повод собраться под цветущий сакур и посидеть отдохнуть. Почему бы и нет. Ну, мы сегодня этим не будем заниматься. Просто немного пройдемся, поснимаем, покажем, что тут и как. Как вообще японцы это все дело отмечают. То есть, конечно, все зависит от людей, от компаний. Какие-то японцы сидят дома. Какие-то японцы ездят там, путешествуют в эти дни. То есть, вообще куда-нибудь там в другие города. Да, какие-то японцы просто сидят тут, расстелят эти синие клееночки. И у них тут дешевые по 100 йен продаются. И импровизированный столик на коробках вот такой вот. Или вот там вообще шведский стол. Он кто-то даже валяется там у него уже. Видимо, напились отдыхать. Написано, что нельзя запускать фейерверки. Точнее, не, не фейерверки даже. Огонь разводить нельзя. Вот такие вот сакуры здесь цветет. В принципе, красиво достаточно. Правда, обрубленная вся, как я не знаю что. Что не есть гуд и не красит ее. Ну и как мы видим, все сидят только с этой стороны. С той стороны поля вообще никого нет практически. Там детские игровые площадки и все. А вот с этой стороны, с этой стороны земля холодная, мокрая. И без клеенки, ну, просто будет холодно. Поэтому как бы... А, вот еще написано, пожалуйста, не кормите птиц или голубей. Ну, это связано с тем, что они боятся, что они какие-то птичий гриб там передадут или еще что-то. Или сюда будут прилетать потом птицы кучей. И мешать посетителям, скажем так. Вот здесь уже даже не импровизировано стало, большие стало и сделали. Вот, забили места. Все как бы здесь сидят. О, это что-то доставка. Буки, а? Доставка продуктов там или может быть суши или еще что. Да, прикольно смотреть на пьяных японцев. Как дети, ей-богу. Я сегодня за рулем, поэтому я сегодня тоже не пью здесь. Хожу, как некоторые японцы. Без выпивки. Мусорки вот такие стоят в парке. В принципе, это нормально. Обычно в парках нет мусорок или есть, но где-нибудь на выходе. А здесь прямо вот в центре парка и мусорка очень удобно. Тут вот какой-то постамент, не знаю, выступление. Может, еще что-то кто-то там будет. Тоже собираются. В принципе, сейчас уже полтретьего. Где-то даже ближе к трем подходит время. Поэтому, ну, как бы многие начинают уже сворачиваться. Потому что 4 в 4.40 будет уже холодно. Реально прохладно. Вот еще мусорка. Ну, вот есть вот такой вот хамбайки. Там парышки штук. И какой-то простенький, совсем простенький магазин. Сейчас пойдем посмотрим, что в нем. Вот еще парковка длилась сюда. Кстати, для мотоциклов парковок вообще как бы нету здесь. То есть припаркуешься, если ты где-то там найдешь, что повезло. Так, это что у нас? А, это туалет. В туалет очередь выстроилась. Это туалеты для инвалидов. Так, хамбайки цены тут как в парках. А, ну, как и везде. В принципе, в центре города такие же цены совершенно. Тоже 130 за маленькую баночку. Кофе 130-140 за обычную воду, пол-литровку. И где-то 150 за большой вот лимонад или кофе. Что, пошли дальше? А, ну здесь такие чипсы всякие, такие легкие закусон. Ива я не наблюдаю. Мороженое для детей. Там всякие капурамен. Капурамен в два раза дороже аж даже. Нифига себе. Практически в два раза дороже вот этих. Вот здесь такие мороженые прям. Хамбайки покупаешь, он тебе выгуваливается снизу там. Что тут еще есть интересного? В принципе, детская площадка, вот обязательно. Почти в каждом парке есть детская площадка. Потому что дети в Японии, как бы это святое. Для них все делают абсолютно. Вот даже дом такой. Пойдем посмотрим дом. Построили там такой, чтобы дети лазили. В принципе, им никто не запрещает там на эту крышу лазить. Там специально даже вот там сделали так. Потому что, ну, многие дети, как мы знаем, любят лазить по деревьям или еще куда-то. И вот, чтобы они там как бы более безопасно лазили, для них построили вот типа такого домика. А вот здесь такой вот типа лабиринт игровой площадки сделали. Чтобы тоже дети бегали там. Достаточно интересная такая площадка. Вот и здесь тоже какой-то домик небольшой. Больше похож, конечно, на какой-то сарай или хлев для скота. Но, в принципе, для детей тоже сойдет. Все, ребенок убежал. А, вот здесь можно сделать эти. Барбекю, видимо. Вот, да, вот видите. Здесь место для барбекю. Люди жарят, что-то парят. О, какой-то, какой-то. Кто это? Козел, козел, барашек. Не знаю, в общем, кто-то из этих. Из крупно-рогатого скота. Ну, здесь, конечно, вот для решеток. А, ну, я понял, да. Ну, значит, это место типа для барбекю исключительно. Здесь, значит, такие вот типа небольшие домики. И это склад, тоже склад там для угля, склад для всяких инструментов. Там вот, значит, берут эти решетки, мангалы и что там, что тебе нужно. И идут вот сюда вот просто спокойно жарят. Возможно, в аренду сдавят, а возможно, и за бесплатно. Ну, что ж, погнали дальше. Ну. Вот здесь тоже моют. Блин, как? Я не знаю, как в средневековье, елки-палки, все. Такой грязюка, блин. Все это вот так вот на коленках, на руках все моется. Но там вот маленькие качельки, да совсем маленькие. То есть очень интересно. Горка импровизированная, чтобы стирать штаны себе. Краска, потому что уже облезла вся. Лиди катается по ДСП прям. Или ДВП. Ладно, нам надо отсюда убираться. Кто-то могилой ру, я не пойму. Просто статами прикрывая. А, вот там вообще сцена какая-то небольшая. Куча, куча, куча вещей. Стейдж? Да, сцена. Такая вот площадка, блин. Ну не знаю, по мне так лучше бы здесь какую-нибудь травку посадили. Или хотя бы на крайне кусты. Уж очень здесь как-то грязновато. Без травы и без кустов. Или же, как в некоторых парках делают в Японии, щепки. Вот щепу прям сыпят на пол. То есть вот на... И образуется такой слой, где-то 2-3 сантиметра. И вот по этой щепе прям идеально ходить. И грязи нету. И на ней сидеть более-менее уже тепло. Вообще супер становится. Ну здесь вот какой-то мы видим привал. Чьи-то столы, чьи-то вещи. Ну мы продолжаем, значит. Это вон там вообще как в казане что-то варит там. Набы может быть или еще что-то. Большой такой вот, видите. Ну сейчас погнали дальше. Ну это в принципе уже выход из парка. Там вот горка еще наверх идет. И все в принципе. Такой вот парк небольшой. Ну сейчас пойдемте сюда пройдем, еще глянем. Может быть что-то там интересное есть. Я здесь вообще как бы не был в этой стороне парка. Может кто-то там играет на гармошке гумной. С 8 до 3. Или нет? А, нет. Не, не с 8 до 3. А вот это вот место до 15 августа. С какого-то там по 15 августа что-то там объявление. А, здесь игровая площадка. Специально сделали для детишек. Вот. Тут поиграли вот в бомбинтон. Тут поиграли вот так на губной ушке. Ну и в принципе с ней открывается хороший вид. Можно посмотреть там на город. Даже иностранцы здесь приходят. И вот здесь вот. Такой вид на город. Прям с горы. Парк находится на горе. Поэтому здесь вот такие вот. Вот даже видно поезд ездит. Это у нас Тадакю линия. Тадакю как раз. Там рядом станция находится. С той стороны слева там Шимакитадзава будет станция. А с правой стороны я не знаю какая там станция. Не помню, если честно. Потому что я не ездил на, ну там локале. Который на всех остановках останавливается. Я не помню там какие станции. Ну вот в принципе и все. Такой вот парк. Так вот японцы отмечают Ханами. Вот. Ну а вы подписывайтесь. Ставьте лайки. Если у вас остались какие-то вопросы. Обязательно задавайте в комментариях. Мы с вами увидимся в следующих видео. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok